Можно это как-то будет разобрать? Ну можно, но как объяснить, как ходить? Мне тяжело объяснить, как ходить. Вот как-то в детстве так вот научился в этой жизни ходить, и в прошлых научался. А я знаю, что есть люди, которые в взрослом состоянии им приходится учиться ходить. А вот сказать, вот как научиться ходить, вот это я не могу. Мне проще объяснить, как научиться компьютером пользоваться. Мне даже проще объяснить, как я тогда коту задницу зашивал. Ну в смысле не задницу, а бедро, или как это правильно назвать. Ну что я рассказывал в начале сегодня. Что он залез там за стекла и, получается, разрезал себе сбоку в спину. То вы в живот зашивал ее? Ну а как? У меня не было, чем его амстезировать. То есть таких практик нет? Нужно просто самому это найти в себе? Ну существует ли практика хождения? Наверное, существует. Но это нужно вот как? Ребенка заставляют двигаться, его там тормошат всячески, как-то стимулируют. Типа ставят там какую-то игрушку, чтобы он полз. Потом поднимают за руки, чтобы он шел ногами. Вот так как-то учат и постепенно научаются. В одном из роликов, я помню, вы одной из женщин советовали, мне вот есть выбоина. Нужно при выполнении медитации саураманкарай направлять энергию поступающую в эти пробоины. Эту пробоину нужно самой себе почувствовать и мысленно направлять туда энергию, как бы латать эти тонкие поля. Мы, так. Это еще не стало? Да не важно. Ну это в принципе такое мысленное построение, такой технический подход к выполнению этого процесса. Да, но тут еще один нюанс. Нужно, чтобы это была не фантазия, а чтобы это было на практике. Но то же самое хождение. Можно типа в фантазии, мы ходим по Марсу. А можно на практике взять, встать, передвинуть ноги, пройтись по Земле. Вот нужно на практике это сделать. А для этого... Ты будешь практиковать. Ну да. А для этого нужно повышать все эти аспекты внимания и так дальше. Но даже без, допустим, таких практик, вот насчет того, чтобы полностью оптимизировать энергорасход разных составляющих энергетических сфер человека, это сложная задача. Я понимаю, что в этой жизни она мне не посильна. Во-первых, потому что я кучу времени трачу на другое. Во-вторых, потому что у меня нет союзников, с которыми можно было бы это разрабатывать. Но как некая задача, некий план на будущее, я думаю, что это одно из перспективных направлений, которое нужно развивать. Может, через сто лет, через двести. Поскольку, в принципе, по умолчанию много чего настраивается, так как можно по-другому настроиться. Это что-то такое, эгрегориальное представление у человека? Он его выводит? Нет, мы берем даже чисто биологическое, чисто изначальное, природное. Но это кокон в идеале, откуда он помолчит? Природное устанавливается. Природное он в виде яйца. Это, наверное, еще с яйцеклетки. Потом он расширяется до уровня вот этого мешка, в котором рождается. Ну, часто в мешок прорывается и идеально вываливается. А так берешь, получается, под свое осознанное внимание, свою ауру и выстраиваешь ее в том образном порядке, как ты себе желаешь. Ну, да, да. Но это как с другими разными составляющими человеческого бытия. Ведь теоретически можно не мыться, и как бы кожа будет тоже постепенно лущиться. И тоже как-то все-таки это будет. Но лучше помыться все-таки. Потому что пока не мыться, и кожа будет лучше, то там какая-то зараза может завестись. Да и самому как-то вот это, чтобы оно постоянно задело, неинтересно. Потом люди волосы подстригают, там, ногти подстригают и так далее, и тому подобное. Хоть по умолчанию оно настраивается на другие параметры. Из тех или иных соображений люди это по-другому делают. Но можно и синагетическими составляющими по-другому сделать. С чего бы ни. Да и больше того, допустим, те же самые волосы, которые сейчас очень активно навязывают моду на их уничтожение. Но так или иначе, они не забирают постоянно энергию, они наоборот. Помогают её аккумулировать и получать. В то время, как шарик вот этот постоянно поддерживается, на это постоянно тратится энергия человеческого тела. Человек ест, человек дышит. И это идёт, ну, никуда. Дальше, почему, к примеру, внутренности человека должны светиться, это для того, чтобы разнообразным священнослужителям было удобно смотреть, что у кого отвалилось. И как бы, да, это понятно. Однако, с другой стороны, можно было бы настроить, чтобы люди в нормальных ситуациях выключали подсветку и включали только, когда приходят на диагностику. Потому что на эту подсветку тоже постоянно идёт энергия человеческого тела. И зачем это надо? Постоянная подсветка. Ну, так же, Жарико? Какие есть соображения? Ну, правильно. Конечно, если энергия, то её нужно правильно расходовать. Это понятно. И таким путём можно и меньше пищи поглощать, если все вот эти оттоки. Я не говорю уже о том, что паразитов нужно всех покидывать, там, и эгрегоры нужно послать подальше. Ну, даже если всё это уберём, то всё равно останутся места, которые можно будет оптимизировать. Митродата. Митродата, вы не видели в интернете такое карикатурное существо, которое называется ждун? Угу. Вот сейчас в интернете появилось изображение такого карикатурного существа, которое называется ждун. Можно загуглить. Да. Вы выключили телефон. Ну, если хочешь, можешь же на это сейчас сделать. Просто это, это не я рисовал, понимаешь? Я удивлён был. А это изображение одного из демонов сна. Ммм. Ну, даже можно сказать, не демон сна, а демон... Ярит себя, что ли? Это демон усталости, дохлости. Просто сейчас я их заметил. Пришли. Ну, так. Я же тоже не заметил. Угу. Для меня уже атакуют. Может, ровнее похудеть. Ну, может быть. Вы сначала посмотрите, какие красавцы там с трёх сторон уже присоседились к вам. А тут? Ну, в стенке, сзади и сбоку. Ну, а что помогает? Вот. Просто концентрация внимания, получается. Ну, быть вместе. Не надо просто все черти. Ну, во-первых, смотри, ждуны, ну, это не ждуны, это демоны дохлости, я их так называю. Демоны сна, демоны вот такого вот хандры, усталости. А они что, взаимодействуют с нашими искрами, которые... Да, они выкачивают энергию. Хандра не знают, а в том, это так. Они, значит, что, они часто знают, где человек обычно обитает. Они могут на кроватях, там, у него в постели сидеть. Когда человек туда приходит, и вот они им эту дохлость начинают, и он такой идет за ними, они еще сильнее, они им питаются, его травят своими гадостями и вырастают с пузяками большими, пузяка трескается несколько... Ну, то, они по местности чего не пересуваются? Могут пересуваться. Вот что, они могут приезжать со мной в огонь? Заняюсь. Без критка. Ну, в поездах могут свои жить вполне. Или, если вы, допустим, вот дома начнете такую дохлость особо сильную развивать, и вот в таком состоянии решите ехать, то 100% парочку этих ребят могут где-то там присоседиться и поехать. в поездах. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...